Доброго времени суток, уважаемые подписчики, зрители моего канала. Сегодня я впервые буду снимать видео о готовке. То есть буду готовить блюдо из... сейчас покажу из чего. Основное это шейка свиная, 2 луковицы среднего размера, 2 болгарских перца, грибы шапиньоны. Ну и сверху это будет уложено ломтиками картофеля. Берем, начищаем картофель. Далее мы чистим лук. Обязательно снимаем, не забываем, верхний слой. Как бы он считается самым ядовитым. Вот, а начиная со второго слоя уже в луке все нормально. Лук будем резать кольцами. Далее у нас идет болгарский перчик. Вырезаем сердцевину. Срезаем все перепонки. Удаляем семечки. Резать перец будем соломкой. Далее мы режем шампиньоны. Шампиньоны. Шампиньоны можно резать не совсем тонко, лучше покрупнее. Потому что при готовке они сами потеряют... Ну, немножко они как бы в размере уменьшатся. Вот, примерно такими. Пополам. Можно вот так. И так далее. И так далее. Нарезаем соломкой перчик болгарский, красненький. Вот так. Вот такая соломка получается. Грибы уже нарезаны. Начинаем резать лук кольцами. Средней толщины. Вот так. И вторую лук ручку. И теперь самое основное это мясо шейка свиная. Это будет использован не целый кусок, а примерно вот такая часть, вот края. То есть мы его нарежем небольшими кусочками и будем укладывать все это нарезанное, приготовленное на противень. Будем выпекать, готовить в духовке. Мясо можно использовать любое. В данном случае у меня вот в холодильнике было вот это. Вот такими кусочками нарезаем мясо. Вот эти вот прожилки я не срезаю, они запекутся. Ничего страшного не будет. Мясо мягкое, жеваться будет хорошо. И продолжаем в том же духе резать весь кусок. Что мы делаем с картошкой? Если крупное, мы ее режем вдоль. И потом вот такими ломтиками режем. Вот такой толщины. Такие вот ломтики получаются. А если картофель среднего размера, можно вдоль пополам не резать, а сразу резать кружками. Вот такими кружками. Теперь мы зажигаем и прогреваем духовку до 180 градусов. Так, 180. Приступаем к следующему этапу. Берем противень и наливаем в него масло. Масла много не надо. Главное, чтобы размазать и намазать края противня с самой площадкой для приготовления. Противень мы смазали. Теперь начинаем укладывать слоями сначала мясо. Оставляя между кусочками небольшие промежутки. Вот так вот. Уложили мы мясо на противень. Теперь нужно положить лук. Кольца лука. В хаотичном порядке. Не обязательно это делать ровно. И так получится красиво. Вот так. С одной стороны, выглядит как приготовление шашлыка. Но на самом деле это не так. Кстати, хотел сказать, что видео со своим голосом я снимаю крайне редко. И поэтому, мало ли там бывают какие-то запинки. Вы прошу строго не судите. Потому что я не профессионал. Но как бы стараюсь доходчиво все объяснить. Объяснить. Вот. Вот так вот разбрасываем лучок. Он ужарится, упарится. Его потом так много, как сейчас видно, не будет. Просто даст свой, как бы, вкус. Тем более, он несердитый. Пока я его чистого резал, не уронил ни одной слезы. Вот. Далее у нас идут грибы. Мы можно вот так прям засеивать не кучками, а тонким слоем засеивать третий слой. Вот так вот. Вот так. Когда я первый раз приготовил это блюдо, моим домашним понравилось. Вот. И поэтому я решил еще раз это сделать. Так. Вот. Грибы у нас уложились. Так. Теперь можно посолить и поперчить. И немножко, чуть-чуть добавить маслица, чтобы все это пропиталось. Небольшой лайфхак. Ну, может быть, вы уже видели это. Вот. У баночек, у перечницы и у солонки есть на дне такие ребрышки. И чтобы каждый раз не трясти вот так вот, можно просто перевернуть и баночкой дном другой баночки тереть об дно той, которая будет высыпать. И она равномерно сыпет, сыпет находящейся внутри приправы. так же можно поступить и с солонкой, но солью конечно нужно быть поаккуратней. Переворачиваем и начинаем солить. Аккуратно. вот. далее мы начинаем укладывать ломтики болгарского перца также с промежутками вот так вот можно просто так набросать так вот если где-то большие промежутки останутся и вас останется перец можно докидать и туда а так просто накидал один из последних этапов это укладывание ломтиков картофеля картофель конечно я переборщил начистил большое количество но это не страшно потому что ее можно пожарить тем более она уже нарезана ломтиками одни плюсы отложим картошку и так просто закрываем то что у нас находится под картошкой упала ничего страшного укладка почти готова немножко прижмем руки чистые ничего страшного ну и перед тем как поставить наше блюдо духовку запекаться последний штрих это майонез мы заливаем все это дело майонезом вот такими полосками по желанию можно добавить чертый сыр сверху вот все отправляем наше блюдо в духовку так духовку у нас разогрелось до 180 градусов отправляем противень в середину вот а теперь ждем готовности готовность будем проверять по тому как будет готовить картофель потому что то что находится ниже его слои они приготовятся быстрее будут томиться пока картофель не будет готов ждем это примерно минут 20 вот наше блюдо почти готово да действительно блюдо уже готово прошло 30 минут приятного аппетита всем до скорой встречи всем пока комментируйте ставьте лайки продвигайте видео до свидания